вот у меня люди спрашивают как ты находишь клевые точки а вот так средняя глубина вот еще одна рыба да что тут такое тут какое-то партсобрание ребят вот в этих местах как раз любят стоять судак до чего тут такое творится ребят каждый заброс я не понимаю это вообще рыба хорошая примечка струя дальше идет о берега потише щука любит такие места даже есть конечно кабалка в этих местах берега всем привет сентябрьское утро рассвет был сегодня у нас мороз один из первых в этом году до сих пор вот еще и ней где солнышко уже подтаивает на улице сейчас 4 градуса всего лишь довольно таки свежо но мы приехали половить берега на джик на участок клязьма где основной целью сегодня у меня будет судак щук я уже наловился и сегодня хочется проверить судаковые точки но на этих точках можно будет по одному забросах тут довольно таки такое нетипичное для судака место скорее для щуки или жериха чисто проверить здесь так вот натоптано в принципе понятно хорошая постановка четко вниз по течению вдоль бровочке уже поглубже нет довольно-таки мелко привязок нету надо идти дальше свежо прям стою подмерзаю немножко но при этом днем обещают плюс 18 то есть сейчас часам 9 10 по идее должно разогреться градусов до 12-15 тем более солнышко сегодня а солнце пока еще такое относительно летние по крайней мере она греет так что не знаешь как одеваться какое местечко для федоров пушка есть тут первого заработка сброса с первого запроса щука наверно тоже блин да вроде бьется как щука на такая же да блин а я не хочу вас ловить дайте судака то давай муж отвалишься нет иди сюда то вы такая слушай грамм 700 ну поклевка жесткая я тебе скажу да такая прям близко к судачий опять щука хотя место такое прям судакова и вдоль берега мелковато туда подальше покидать потом поменять груз и покидать вот сюда да попробую поставлю груз поменьше и другую приманку стоял у меня 12 грамм сейчас попробую поставить десятку и какую-то другую приманку так и приманку сейчас попробуем новые которые еще пока не испытывал так вот это мне советовали по судаку говорят типа одна из лучших последние годы попробуем щука по-любому будет есть это без сомнений на крючочек но говорят что и судак очень любит ее есть поклевочка на откидку опять похоже щука как нельзя через бревно вопрос вопросов а вот так обойти бревно и взять ее здесь да снова щупак нас удачу приманку все понятно пока метать проблем не будет но опять такая же 700 граммов к может чуть больше поклевка интересная такая бум-бум интересное местечко стоять лучше вот здесь если будешь стоять за кустом конечно там удобнее вываживать но струя у нас отбивается дерево туда поэтому именно самая лучшая постановка чтобы эффективно пролавливать она вот здесь так что будем кидать отсюда а там уже если чё переходить туда еще покидаем вот здесь с этой позиции вообще такие места иногда довольно неплохо собирают рыбу отбойная струйка пускай и не сильно и по берегам затяжок обратка и щука и судак и окунь любят такие места ага вот есть догнала или догнал тут небольшой начал буянить в коряжку лезет кто там у капец снова щупарь и снова калиброванный они прям все как одна как будто там их клонируют или пачкует не знаю но вторая рыба тем не менее на эту приманку правда не судак но поклевывает щука активно и добивает у меня тоже сначала тюк и на следующем падение взяла да да совсем мелко опять же щука скорее всего есть для на есть он дернул какая-то малышка ну судак уже не факт было бы лето жара да здесь можно было бы поймать сейчас все-таки больше шансов либо в корягах более глубинных либо на рельефе опять же более глубинным на отбойные струи дал даже мелководные где прям радикальная струя и там хотя метр-полтора глубины можно ну и какие-то каменные гряды ниже их как вот там выше было но поклевок там у меня не случилось ни одной да 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 только пролезть туда надо ну и столько верха можно по кустам еще попробовать у тебя сапоги то короткий ты не пройдешь я тут почти по рубчик хожу рискованно все это недолго залить сапог и на этом все закончится пройти то надо всего лишь пару метров обратно лучше лесом пройти все в принципе успешно вот начинаются местечки любопытные не я дальше пойду 3-4 заброс если никого нет я думаю нет большого смысла стоять ой какое препятство предстоит ой блин ну андрюха перелез наверное я сдюжу вот это препятство так лучше не не лучше вариант только один здесь полку надо убрать только не порвись пожалуйста плянка да есть такое дело запоролся что поклевочка ну красота ты вот утра спускался прям вот здесь учет твой следов я не вижу тут пробит ты метра три на высота такое себе да ли береговой ловли конечно участочек такой себе не рекомендую полазить придется конкретно на места классно вот такой тут участочек одни ямы поэтому бревну не зайти тут ответственная стена и стоп подтягиваться опять на лианах на этих либо он там попробовать залезть где что-то я уже пожалел да что сюда поехали в эти места надо было тут участок комфортный где клевали щуки обловить и куда-нибудь проще переехать чем дальше сюда идти потому что здесь жесть дайте схватиться зачем палку страшно самая главная боязнь это палку за ломать и камеру зацарапать ну и конечно самому расшириться а дальше уже тропы даже не туда какая-то такая условная обозначена дверье скорее всего ходят вот у меня люди спрашивают как ты находишь клевые точки а вот так это километры десятки сотен километров накатанных по водоемом раз и километра либо на моторе либо так по кустам нахоженная по самой реке или там по стоящему водоему ходишь ходишь тут там кидаешь отрываешь десятки приманок особенно в незнакомых местах и потом где-то чего-то находишь определяешь самые интересные точки нарабатывать на конкретный сезон потому что следующий год они могут уже или поменяться или не работать ну и потом уже по ним ездишь и собираешь рыбу из . хорошая конечно пока таких точек не найдено остается только дальше лезть лезть хотя участок неизвестен вообще в целом мы тут на моторе часто ловим в этом году здесь как поклевкам было густо все наши скажем так конечнолетние ранние осенние выезды в первые дни сентября но сейчас все-таки холодало хотя сегодня опять потеплеет но вода остыла хотя бы успела и с надеждой на это я лезу дальше проверить те места которые в прошлый сезон работали вот там особенно конце этих обрывов есть отбойная струйка про него мало кто знает она очень неприметна и многие не встают на такие места вон репейник он собирал тем не менее один год мы там попали на стаи судака до туда надо дойти по-любому и вот тут тоже вот интересное место начинается коряшки примечка струя дальше идет а в берега потише щука любит такие места я уже как-то на судака особо не рассчитываю прям в количестве поклевок с удачей не было ни одной пока что так что буду радоваться любым поклевкам не зря сюда чтобы только лес в эти места так что щука тоже пойдет будем проверять все до пора не угадаешь бывает вот такое место казалось бы чисто щучьи а там судак и не один стоит пробуем любом случае залезли надо кидать везде но тут даже поглубже до семерка по моему только-только упала до это уже поинтереснее в любом случае семерка висит 10 можно ставить смело но тут уже поинтереснее уже шансов побольше ну и тут конечно прессинг очень большой выходные вчера была суббота сегодня воскресенье народу он лодок одна за одной идут она понятно то что рыбка снятая наколотая ну и просто много точек занято и перед тобой прям встают проходят шансов немного на самом деле на сильную прямо рыбалку такой что прям оторвешься какие-то поклевки можно собирать конечно вообще попробуем он туда он за коряшку глубоко десятка вот только-только упала для прямо все свальчик в ямку здесь такой хорошее место и удар рыба сидит 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 сейчас все палки намотает вышла из палка щука скорее всего опять конечно блин все-таки залезла там такое место блин вообще конкретно и к ней подлезть ну вот чуть только интересное местечко и рыбешка уже есть это когда его пучка роль как даже поисели немножко опять лезет в эти палки да жесть конечно кабалка в этих местах с берега так куда 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 тут конечно ошибку допустил конкретно теперь надо оттуда его водить тихо ты сидит прям за дюбочку тише 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 ну такая чуть побольше чем были те но уже не зря сюда лес в эти дрова непростая рыбалка трудовая опять же вот под термином трудовой рыбалки можно разное понимать мало поклевок упорство или вот такие вот условия но тем не менее вот ки ложечка прилипла неплохо как я нам прям отсюда и покидаю не буду вылазить обратно может быть там не одна но и снова приманка с удачей который сегодня ловит щук и крючок с алиэкспресса за 5 рублей красота ну и конечно в такие условия надо палку брать помощнее я не думал то что мы сюда полезем и надо будет выдирать из коряк он даже там не крупный килошную рыбу а уж тем более если клюнет что-то более-менее нормальное место крутое и дальше он все коряги тоже надо пройти найти к ним подходы только самое главное мужики он спрашивает как он туда плыть про лес да ведь дорога есть не дороги нет даже тропинки нет иногда вот можно когда не отстреливается попробовать после отстрела немножко пошатать приманкой она перепрыгивает ее прям немножко отстреливает но не до конца это как бы и перетягиваешь через палку ну давай покидаем здесь еще поставим я даже думаю можно поставить вес побольше граммов 12 наверно десятка довольно так сильно подвисает ну проводка в принципе читаемая но немножко хочется подинамичнее хотя в принципе не ничего десятка нормально не буду пока нет ну где же судак это конечно все понятно чуть плюют да и сегодня все поклевки у щуки совершенно разные какая-то просто с ударом с жестким какая-то с такими колыханиями какая-то с какой-то полуподтяжкой что я не знаю вот сейчас последний такое непонятное ну ты понимаешь это поклевка даже невозможно и писать как это вообще происходит как будто он просто слезнул ее так и все мне кажется вот у щуки самая большая вариация поклевок в джиге судак это был судак ребят это был судак наконец-то был судак я его слил это была и поклевка судака и по сопротивлению я понял то что это судак это был первый на сегодня судачок ну ладно тем не менее . принесла уже две поклевки отсюда я пока уходить не буду покидаю здесь еще местечко явно интересно тем более что все на моторах проходят ниже так вот у судака в основном тоже вот процентов 50 на поклевка они довольно таки типичные как вот сейчас был четкий такой акцентированный тюк довольно таки резкий жесткий короткий бывает двойной бывает даже тройной но все равно как бы он очевидно достаточно бывает тоже потяжки бывают подбои какие-то легкие поклевки бывает одна также подбирать как щука в догонку берет но все таки процент вот этих нормальных ударов он судака повыше а вот щука она может вообще очень вариативно брать от жесткого короткого судачьего такого удара который практически не отличается от судака до довольно таки таких блин опять я в карьеру попал размашистых поклевок с массы прям так бум вот эти конечно самые кайфовые поклевки у щуки когда помимо удара ты чувствуешь там еще и повисание такое конкретное хорошее так вот она палочка отломал я ее так еще покидаю здесь забросиков пять-шесть и вот туда вот ниже палки перейду все таки тут хотя бы какой-то экшен начинается поклевки есть а у меня крючок вот ребят в чем причина была смотрите загнул сжал крючка надо менять поэтому я не просек по коряшкам вожу а крючки все таки ну алиэкспресс они хотя и просекают нормально но вот уже второй раз на этих крючках у меня заминается жало но в принципе это происходило у меня и на более дорогих крючках не на самых топовых конечно хотя на умерах тоже было а так вот на тех которые у нас обычно продаются в магазинах так вот это положить так что это происходило довольно таки регулярно так что крючок мы меняем а может быть даже попробовать сразу поменять приманку поработать сменой но после смены приманки с первого заброса никто не отозрался хотя бывает часто что именно ну если точка хорошая поклевки есть там хотя бы больше трех-пяти за короткое время и резко все замолкло ты просто меняешь приманку цвет, размер, форму игру более высокочастотную, менее высокочастотную пассивную приманку ставишь вес груза меняешь ну любая вообще комбинация которая отличается от той что была и бывает прям с первого ну точнее даже она чаще всего и бывает с первого заброса происходит поклевка потому что какой-то рыбе которая стоит в этой стае там или просто в точке неинтересна конкретно игра той приманки самым активным она понравилась либо тем рыбе который она в принципе сегодня нравится а остальным надо что-то другое и поэтому часто когда точка хорошая я на ней стою и час и полтора и два бывает меняю приманки и порой с одной точки получаешь там 20-30-40 поклевок самый большой был 52 не сходя с места ну это конечно был выдающий результат обычно ну 20 поклевок с точкой это уже хорошо ну по крайней мере в наших условиях ну а последние годы и 5 поклевок уже неплохо с точки да народ катается туда-сюда видимо особо клево нету все тоже ищут вот оно то что надо отличная постановка сейчас у меня будет я поймал получается и поклевка была под этой корягой еще одно бревно лежит там дальше чуть-чуть подкручивает я думаю перспективно так только слезть надо в такой густой траве могут быть сюрпризы ямы бревна все что угодно даже вот этот хмель за него можно нормально так запнуться и улететь вниз головой зато место вот все рыбы клюнет если он в те палки не залезет то вообще красота принимать ее тут поклевки были получается прямо вот тут сколько тут 4-5 метров от берега да осень такая постоянно лазишь где-то дебри довольно таки солидные за лето все вырастает все вот эти вьющиеся и жгучие растения и вот и по и и и и и и да нормально зато опять местечко какой коряжка он лежит и рыбку принимать удобно лишь бы ток клюнула пальцы изрезан это плетенка уже так не хочется этим заниматься этими отстрелами просто до мяса пару срезаешь надо придумать какую штуку на палец так только чтобы она леску не рвала на это поход глушняк на траву ну второй обрыв такую рыбалку таких местах это в принципе вообще копейки так сейчас теперь поставлю тогда три строка вот этого длинного на который все плевало как он кстати называется надо все-таки какое-то кодовое название что придумать или хотя бы называть его как он есть сейчас скажу предатор скан 100 миллиметров downscan нормально понравился по крайней мере клюет на крючки потом дома можно подправить в принципе проблем с этим больших нет также на алиэкспресс продается специальная точилка правилка правда быстро она достаточно ушатывается но тоже стирается но она стоит что-то там рублей 100 что ли 150 и по большому счету вообще без разницы хватило там ее на 100 крючков а это будет пару лет продолжаться выкинул купил другую так и грузик 12 грамм потому что 10 маловато а вот опять дал слабину и она вышла надо разные методики на самом деле применять иногда если отстрел не помогает приманку реально жалко можно еще попробовать петлю сплавить старый такой способ которым я пользовался до того как узнал что можно вот так вот делать конечно так более эффективно но порой в ряде случаев именно от отстрела не помогает а петля спасает на тут довольно таки вольготно ходить наш какая-то тропинка имеется было бы она везде вот так вообще была красота но в целом я одно понял на этот участок с берега я больше не поеду не стоит она того вот место интересно на лодке поста чуть повыше и вот по этой струя вдоль берега погонять да а он там хороший завал какой красота если уж там никого не будет я не знаю сошла щучка небольшая с перегрузом взяла довольно таки резко ух ты хороший удар сначала потрогал а потом вы мочил похоже на судака было довольно таки жесткая коротко там должна была быть поклевка в таком месте попробуем еще покидаем туда кто-то там живет опять удар был кто-то очень хитрый кто кусает приманки не хочет попадаться кто-то там кто-то там Продолжение следует... И больше пока никто. Но это звалось. Причем с первых забросов в тот сектор. Прямо за коряшку. Есть! Да что? Почему фрикционтор ослаблен оказался? Блин, не просек. Это судак. Вон груз как раз полосовали. Забыл затянуть. Где-то, видимо, ослаблял в какой-то момент. Так, ну хотя бы там клюет. Тогда еще можно покидать. И попробовать потом сменой приманки. Ага, удары есть сразу. После смены приманки. Стоит там рыбешка. Ну, походу, не крупный судак совсем. Есть! Со дна. Ага, ага, ага. Ага. Это, наверное, щука. Опа-па-па-па-па-па. Забилось. Хотя трясется вроде как судачок даже. Сейчас посмотрим. Так. Судачок. Отлично. Нашел я вас все-таки. По-моему, вполне себе такой зачетный судачок. Приманочку поменьше он все-таки у меня съел. Так, чтобы песочек не попал. Ага. Ну, такой. Граммов 900. На пионерчика взял. Красавец. Ну, и вот путем всех этих проходов и поисков все-таки я нашел точку с судаками. Заветную. Уже поклевок пять. Одного прокатил, одного поймал. Это говорит о том, что стайка стоит. Далеко он тут не один. И на этом месте можно прям постоять, поперебирать приманки. Может быть, даже дальше я и не пойду. Если она тут будет клевать дальше. Ага. Еще поклевочка была. Стоит, стоит. Надо перебирать приманки сейчас. И долавливать его оттуда. Ну, по крайней мере, пытаться. Прямо явно стайка судака стоит. Вопрос только в размере. Был это самый крупный или это стандартный для этой стаи. Ну, поклевки довольно-таки слабые, на самом деле. Они четкие с удачей, как бы, но чуть более сглаженные, чем обычно. Как раз вот тот процент, когда он сильно не лупит. Надо повышать реализацию и ярость этих поклевок. А для этого нужно менять приманки. Есть у меня вот такой еще. Predator Scan. Советовал этот цвет. Ну, вообще, да. Сирень по клязьме хороша. Ну, да. Видно его хорошо. Цвет воды меняется на более такой мутноватый, оранжевый. То, что надо. Но тем временем становится жарко. Надо будет все равно, в любом случае, скоро обратно идти. Потому что идти мне прилично. По дебрям. Блин, под самый конец. Есть, 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 есть. Одна подобрал. Блин, в корягу залез собака. Сейчас выйдет, выйдет, трясет, трясет. Сидит первый заброс вот на фиолетовую. Но он сидит там, я чувствую, дергает. О, он бьет по концу. Залез в корягу. Надо идти туда вниз, наверное, чтобы он вышел. Да, да, гербит. Сидит хорошо. Может быть, даже не сойдет. Надо постараться его тут достать. Скорее всего, тоже судак. Тоже подобрался со дна, кстати, как и первый, который попался. Не хватает мощности в этой снасти. Для таких крепких мест. Все-таки тест до 21 грамма. О, походу, сошел, пока я ходил. Уже не чувствую, что билось. Да, видимо, сошел. Ну, ладно. Блин, досадно. Раз он берет со дна, попробуем немножко увеличить паузу. Тут его стоит много. Это очевидно, что стая хорошая. Уже столько контактов. Два схода, один пойман. Ну, как бы, явно место классное. И сюда надо будет обязательно наведаться в ближайшее время. Ну, сейчас, конечно, покидаем. Я, наверное, даже дальше не пойду. Не знаю, может быть, только чуть за кусты, вот за эти. Потому что время уже не остается. Ага, есть поклевка. Немножко поменял угол заброса. Первый заброс был контакт. Не просек. Опять был судак. Жесткая поклевка. Чуть-чуть я его подержал. Снова не фиолетового. Та же самая коряга, только я прям вплотную к ней подошел. То есть, судака тут полно стоит, на самом деле. Надо просто менять постановки. Ну, это вроде вообще был небольшой. Какой-то грамм 300. Ну, все, точка найдена. В принципе, не зря я лазил. Хотя бы что-то есть. Поклевки есть. Судак стоит. Можно будет здесь его ловить. Так, пойду-ка я вон за корягу. Интересно, стая судака там дальше тоже есть или нет. Или они все перекорядки. Но реализация, конечно, слабая. Поклевок 10. Из них только... Ой! Четыре рыбы я, грубо говоря, подсек. И из них только одна попалась. Ту, которую я вытащил. Дальше что-то совсем прям... Дебри-дебри. Ну, очень хочется туда попасть. За эту коряшку. Смородина. Да, тут ее прилично. Можно было даже набрать. Когда она была. Так, вот. Вот он спуск. Так, вот она коряшка. Надо вставать выше, вот сюда. Отлично. Отлично. Кидать тут неудобно. Ну, и вот так. Ну, вот тут вообще идеальный позиция. Можно и сверху, и снизу, и оттуда покидать. Прямо за корягу как раз. Отлично. Фу, жарко. Было какое-то касание непонятное. То ли коряшки, то ли очень аккуратно. Он просто тыкнулся так. Тюк-тюк. Но в любом случае он тут стоит. Вот этому участку небольшому. Можно прямо уделить нормально времени в следующий раз. Прямо под ногами. В отвес. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Судак хороший. Просто в отвес. И вот такой, ну, где-то под полторашник. Кило 400, наверное. Судачок. Снова на этот твистер. Реально он ловит судаков. А поклевочка прям тюк. Еле-еле. Как будто прям вот на 300 грамм, не знаю, там на 100 грамм. А судачок прям вообще отличный. О, красавчик мой. Как я вас люблю. После щук, после этих, которые пойманы там десятками за рыбалку. Это, конечно, класс. Такая рыбонька. Ну все. Кляр обеспечен. Буду делать судака в кляре. Две штуки есть. И прям вот, не знаю, полтора-два метра от берега, последнее падение в отвес. Не особо сильная поклевка. Ну, довольно-таки четкая такая. Жесткая. Можно было подумать, что это какая-то мелкая рыба. А клюнул вот такой судак. Поэтому, может быть, там вот, которые поклевки были, это была и хорошая рыба. Но сходило что-то явно, конечно, мельче, чем вот этот. Этот сразу прям ощутимо было, что рыбка хорошая, сопротивляется приятно. Блин, эмоции пошли. И все, убираем. Мне уже позвонили, пора обратно идти. Говорю, сейчас последнюю точку обкидаю, прихожу. Обкидываем точку, идем обратно. Ну вот эта рыбалка уже начинает мне нравиться. Жаль, что уже конец и пора идти назад. Нашел точку с судаками. Не знаю, может быть, завтра опять сюда приедут с берега. Наплевать на эти приключения по дебрям. Прямой наводкой сразу вот на эти две точки, которые выше коряги, ниже коряги. И туда вот на мою старую точку. Уж очень заманчиво. Рыбка хорошая. Поклевки в количестве. Приятно. Реабилитировался, по крайней мере, вот за эти два схода. Одну коряжную рыбу, которая там завела. Нормально. Да, прямо вот тут где-то взял. Даже еще ближе к берегу. Почти в отвес. Поэтому судака имеет смысл на клязь не ловить. Буквально вот, под ногами. Я еще помню, давным-давно, когда я только начинал джигом ловить. Не помню, там, году. Не знаю, там. Наверное, в 12-м. В 13-м. Где-то так, когда прям плотно уже начинал ловить джигом на клязь. Да, где-то так. Нашел статью нашего Владимирского какого-то публициста, рыбака. Называлась статья «Все поклевки под ногами». И там вот именно описывалась суть то, что когда коряжник вот так лежит рядом с ногами, и бровка проходит близко на таких вот средних реках, один берег обычно мелкий, с пляжем, а другой берег он. Так, рыба. Рыба, 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 рыба. Рыба, 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 рыба. Некрупная какая-то рыба. Кто там? Окунь. Иди сюда. Ну, может быть, кстати, еще вот окушки тут поклевывают. Поклевки, кстати, не сильные которые. А приманку как он всосал? Ну, тоже любит. Твистерочков. Ну, пойдет до кучи к куням, ой, к этим, к судакам. Туда же в кляр. Тоже две филешки. Нормально. Ну, так вот. Статья называлась «Поклевки под ногами». И суть в том, что когда один берег у тебя мелкий, а другой берег получается русловой, соответственно, бровка русловая вот эта, прижимная, она проходит достаточно близко к берегу. Вторая бровка, она где-то вот там проходит не так далеко. Тоже, в принципе, можно сказать, что вдоль берега. И весь коряжник основной, ну, не считая там ям локальных. Так, приманку, как он не порвал. Меняем. А это я потом дома запаяю. А весь коряжник, не считая того, который в ямах локальных намыт, он также находится где-то, ну, в береговой зоне его выносят как раз на эти бровки. Так, ну, по-моему, здесь он выносит его на эти бровки, укладывает вдоль берега. И, соответственно, рыба стоит в ближней зоне. Вот, причем, характерно не только для клязьма, это, в принципе, для многих рек характерно. Но особенно вот рек среднего формата, где ширина там 100-150 метров, средней глубины 2-3 метра фоновые, это очень-очень актуально. Поэтому сюда я стараюсь ловить судака в ближней зоне. Не считая, конечно, поздней осени, когда уже, ну, практически зима, там, ноябрь, и судак может уже массово скатиться на ямы, там на глубины 6-7-8 метров больше. Ну, а летом, в середине осени, в начале осени имеет смысл ловить судака именно вот в береговой зоне, на глубинах, ну, порой там от полуметра даже были у нас поимки хороших судаков. Ну, а так в среднем 2-3 метра как раз вот береговая зона и средняя глубина. Вот еще одна рыба, да что тут такое? Тут какое-то фортсобрание, ребят. Каждый заброс выловил окуня. Тут, по-моему, щука попался. Трясется ли кто там? Ну, кто-то забился, так нормально. Сюда как-то. Щука, я же говорю. Ну, тут все стоят, видим, вперемешку. А вот и щучка попалась в этом же месте. Ну, ребят, это уже фантастическая рыбалка начинается под самый конец. И все вот на эти приманочки. Красота. Да, хорошая точка прям и перед корягой, и за корягой. Рыбы очень много. И главное, все проходят ее мимо, потому что все идут именно на радикальные эти ямы, глубинные коряжники, и не обращают внимания на примицу с коряжками, с течением, что немаловажно. Потому что если будет достаточно стоячая примица, спокойной водой, ну, скорее всего, там будет в основном щука и, возможно, в приловье окунь. Но если уже имеется струя, как вот здесь, такая ощутимая струя, и граница с прибрежной зоной спокойной воды, вот в этих местах как раз любят стоять в судах, да чего тут такое творится-то, ребят, каждый заброс, я не понимаю, что это вообще рыба хорошая. И все под ногами бьет. Кто там? Щука опять, что ли? Да. Щуки. Пошли. Так, 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 давай. Во. Хороший щукан такой. Полторашка. О, она. Полторашечка прилипла еще. Даже, наверное, побольше, да побольше, да, где-то кило 600, кило 700, наверное. Ребят, фантастика. Самое главное найти вот это место, где она стоит. И все вот на одну приманку. Уже не помню, на чем я остановился. Рыба не дает рассказать абсолютно. А, место характерное, да, вот проходит струя, соответственно, коряги лежат немножко под углом течения, от них получаются еще отбойные струи. То есть есть прямая струя, которая идет дальше, за корягой получается отбойная струя. А сзади самой коряги вот здесь получается уже зона спокойной воды, обратки или слабого течения. И вот такие места очень любят. щука, судак, ну, щука, в принципе, может, как я сказал, быть и на спокойном участке, где вообще нет никакого течения. Вы понимаете, что творится? Это еще одна рыба была, но это я не просек. Поводок. Прямо вот здесь под ногами, просто в отвес. Каждый заброс, просто каждый заброс у меня клюет какая-то рыба. Красота, ребят. Это фантастика. Вот такая рыбалка мне нравится. Конечно, да, в основном опять щука. Но щука хотя бы такая, вот последняя попалась, нормальная. Я не знаю, тут еще постоять, что ли. И это еще даже без смен приманок, без всего. Просто на одну приманку кидаю, каждый заброс клюет. Но вот это место, он с лодки не обловится, где я сейчас стою. Коряга вот это не даст. Потому что клюет именно в кармане, вот в этом, в закупке. Под ногами все. Еще поклевка. Но это уже не сильное. Так, попробуем туда пониже. Оттуда провести. Да, не зря я сюда лез все-таки в эти дебри. Такое расстояние. По таким кустам. Ради вот этой точки получается все. Которая мне раздала. Каждый заброс поклевка. Я сейчас думаю еще приманку поменять. Все-таки минут 15 еще постоять. Время, вот к сожалению, время поджимает. Надо обратно уже идти. Мы сегодня приехали до обеда. Я и так уже ушел очень далеко. Тут корешка вот еще лежит. Она из них выскакивает. Но рыбалка и так уже хорошая. Рыбу поймал. Блин, эта рыба подвисала со дна. А я думал палка. Интересно. Да, тут много ее стоит, очевидно. Так, вот сюда сейчас еще разок кину. По касательной прямо тут. Да, шикарное место. Шикарное. Но оно может тоже скоро перестать работать уже. Рядом есть хорошие глубины. Потому что на той стороне и рыба может просто отсюда с похолоданием уйти. Но пока вот будет тепло, она точно будет тут стоять. Еще удар с удачей. Она точно будет тут стоять. Вот это был прям с удачей хороший жесткий удар. Мне бы нафиг эти щуки не нужны. Судаки стоят. Так что пока здесь можно ловить, надо ловить. Такие места не часто находишь. Тем более с берега. Чтобы вот так прийти. И грубо говоря, с участка 15 метров у тебя было там 20 поклевок. Причем за короткое время, не знаю, сколько я тут нахожусь на этих вот двух точках, но полчаса, наверное, не больше. Вот это был вообще конкретный удар. И опять вот здесь вот прям под ногами. Что ж, пока не менять приманку, что ли, на нее долбит. Но перестал засекаться. Вот этот удар был вообще прям жесткий-жесткий, мощный такой прям. Скорее всего, тоже щука, наверное. Блин, сколько что-то рыбы в этой точке. Фантастика. И это с учетом того, что не вся клюет. Далеко не вся активная. Большая часть из нее пассивно. Еще удар жесткий. Вот они прям тут клюют судаки. В отвес. Блин, отсюда даже уходить не хочет. Сколько поклевок. Это просто невероятно. Прям просто в отвес. Прям бьет, бьет вот здесь. Так, поменяю приманку, попробую. На эту они бьют, бьют. На каждом забросе. Не могу реализовать вообще никак. Так. Блин, там сейчас Андрюха меня заждется. Я выйти не могу с такой точки. Славный, чудный. Да, все. Просто рыба кончилась, с которой хочет клевать. Несмена приманок. Не понял. Как будто повисало на нытье. Несмена приманок. Невозвращение к истокам. Ничего не приносит. Все-таки сделаю еще один забросик вот сюда. Ну и все. Пора обратно. Очень не хочется. Но без этого никак. По дебрям. По всем канавам снова. Но этого хотя бы стоило. Было бы очень обидно, если бы сюда я пришел. Весь этот маршрут прошел. Не поймал бы ничего. И наловил бы шнурков. Обратный путь. Не так уж и прост. Прошел самый легкий участок. Где идешь по лесочку, по тропочке. А дальше пошла вот эта вот канитель. Трава. Вьюны, коряги. Надо где-то все это обойти. Да. Еще прямо тут по веткам. Кабаны тут нигде не ночуют. Под такими шалашами. Была бы не особо приятная встреча. Учитывая то, что их тут полно. Одно из самых кабанек местные, кажется, у нас. Вот эта пойма. Там я выше ходил. Сегодняшние следы. И все взрыто просто. На метр, наверное. Береговая линия скопана. Ладно. Пока выключаюсь. Там уже подальше. Ближе к делу. Включусь. Потому что здесь совсем непонятно, куда идти. Фух. Ух, 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 ух. Да. Жарковато. Куртежки. Шлепают по лесам. Ну, благо я почти пришел. Какие сегодня итоги? Пришлось, конечно, полазить. Поначалу казалось, участок такой пустоватый, неинтересный. Но нет. Кто еще тут находит. И все-таки точечку я нашел. Рыбка клюет. Рыбка хорошая. Ловить приятно. Ну, и в целом, сегодня рыбалка неплохая. Так. Не считая этих дебрей. Поклевочки, в принципе, были. И на первом участке. Но, правда, одна щука только клевал. Ну, а там перемешку. Поинтереснее, повеселее. Ходить, конечно, много надо лазить. Здесь непросто. Тем более, что жарко опять стало. На градусах, наверное, 17, час 18. А время только второй час. Вот. Так, в принципе, если до вечера остаться, можно наловить вообще хорошо. Ну, а тут за утро, до обеда, хороший улов. Но на сегодня все.